так всем здравствуйте мы начинаем с вами наш вебинар по традиции я попрошу вас написать как меня видно слышно до чтобы я не вещала в пустоту и уже продолжала с вами общаться так всем здравствуйте я вижу уже люди собираются так слышно хорошо и видно меня да ничего корректировать не надо так так всем здравствуйте итак сегодня у нас с вами очень интересная важная будет тема и даже хочу сказать что многие из вас после сегодняшней лекции возможно смогут решить некоторые свои проблемы со здоровьем которые их мучили давным-давно потому что мы будем сегодня разбирать одно очень интересное и волшебное даже я бы сказала средства тогда добрый день добрый день все собираемся у нас сегодня речь пойдет про магний я сразу хочу сказать что это один из тех немногих препаратов которые я обычно рекомендую иметь своей аптечке обязательно сегодня расскажу для чего он нужны какими свойствами он обладает так возможно сегодня есть люди новые которые меня не видели не слышали поэтому пару слов еще раз представлюсь меня зовут литвин ольга я практикующий врач диетолог нутрициолог являюсь преподавателем в университете персонализированной диетологии и нутрициологии ксении пустовой если кто-то учился проходил наши курсы в университете то уверена в таком случае вы со мной знакомы так и так теперь давайте в принципе перейдем к сути что такое магний и для чего он нужен нашему организму магний это макроэлементы всего в организме достаточно много по сравнению например с тем же железом и и он участвует практически во всех реакциях организма то есть более в сотни ферментных систем кто-то там называет 500 600 ферментных реакций в которых участвует магний без него не образуются белки жиры углеводы без него не усваивается в полной мере не метабилизируются другие минералы и многие витамины он участвует практически во всех реакциях давайте теперь более подробно магний нам нужен для производства энергии и обмена веществ в каждой почти нашей клетке есть такие субстанции энергетические станции которые называются митохондрии именно в них происходят реакции энергетического обмена благодаря магнию преобразуется энергия то есть расщепляется глюкоза и происходит синтез аденозин трифосфата многие слышали молекулы tf это такая молекула в каждой клетке связях которой запасается энергия до потом когда это ф расщепляется мы получаем высвобождается эта энергия и мы ее получаем так вот и без магния эти процессы просто невозможны если мы будем говорить про наши мышцы про нервную систему то конечно здесь магний тоже играет такую важную даже я сказала решающую роль он помогает регулировать сократительные реакции способствует расслаблению мышц в том числе сердечные мышцы я думаю люди у которых есть проблемы как раз таки сердечно-сосудистой системой знают что врачи многие в комплексной терапии артериальной гипертензии да когда повышенное давление тоже назначают препараты содержащие магний и это конечно не просто так потому что магний играет важную роль в передаче нервных сигналов нервных импульсов синтез генетического материала молекул днк синтез белка вы знаете что днк содержится в ядре почти каждой клетки нашего организма ну скажем так большинства клеток нашего организма это паспорт организма не он запасается ним находится основная информация о всей нашей жизни и вот как раз таки всем биохимические реакции которые связаны вот с молекулой днк они происходят тоже благодаря благодаря действию молекулы магния дан ее участию в биохимических реакциях здоровье наших костей если у кого-то из вас есть проблемы или у вас ваших родных близких с опорно-двигательной системы может быть какой-то кокса артроз болят там коленные суставы в принципе в различные заболевания связаны с опорно-двигательной системой вам часто скорее всего назначают хондропротекторы то есть те препараты которые помогают защитить и восстановить хрящевую костно-хрящевую систему да может у кого-то на слуху там хондроитин сульфат и так далее но почему-то многие врачи многие специалисты не обращают внимание на магний а хочу сказать что хрящевая ткань не может нормально синтезироваться без магния как раз таки поэтому для людей у которых есть какие-то вопросы в опорно-двигательной системе магний тоже крайне важен и мы далее еще будем более подробно говорить с помощью чего можно восстанавливать и пропитание и про добавки поэтому обязательно обязательно это учитывайте так способствует структурному развитию костей до кости мышцы хрящевая ткань суставы все это все это возобновление тканей клеток происходит как раз таки благодаря магнию а сердечно-сосудистая система который мы уже говорили магний играет решающую роль в здоровье этой системы и функционирование сердца самого помогает регулировать кровяное давление поддерживает нормальную работу сердца и способствует расслаблению кровеносных сосудов поэтому я уже говорила что часто магний назначают вот комплексной терапии какие-то много из препаратов с магнием если мы говорим про уровень сахара в крови когда у человека есть проблема вот инсулинорезистентность сахарный диабет конечно здесь тоже магний назначается особенно часто специалистами которые работают активно с питанием с нутрицептиками диетологи нутрициологи ну и в принципе уже сейчас многие доктора это учитывают обязательно назначают магний таким людям потому что он помогает как раз таки работе инсулину а инсулин напомню что это важный гормон одна из главных функций которого доставка сахара молекулы глюкозы в клетку потому что когда глюкоза не может попасть в клетку много накапливается сахара в крови это разрушающее действует на организм на все органы ткани поэтому обязательно важна работа инсулина которая как раз таки невозможно без магния и конечно дефицит магния который сейчас имеется поголовно у многих людей в связи со стрессами различными даме с таким неправильным образом жизни и наша экология не способствует тому чтобы у нас не было дефицитов до чтобы мы были здоровы вот эта вся ситуация способствует как раз таки дефициту магния и развитию диабета второго типа вы знаете что это проблема которая есть у многих людей в возрасте наверное 50 плюс 60 плюс развивается достаточно часто хотя это то состояние которое обратимо да то есть сахарный диабет второго типа именно он его можно вылечить то есть обратить вспять с помощью вот нутрицептиков правильного питания образа жизни ну в большинстве скажем так случаев что касается иммунной системы магний очень важен и для данной системы если мы говорим про выработку иммунных клеток лейкоцитов разных типов то конечно синтез данных клеток невозможен без магния ну и понимаете что чтобы не болеть и защищать организм от инфекции иммунная система должна у нас всегда быть днем и ночью круглосуточно круглогодично на страже вот поэтому здесь тоже магний играет крайне важную роль я рассказала основные функции не вдаваясь какие-то более сложные или химические реакции теперь давайте поговорим сколько же магния нужно нашему организму вообще считается что примерно от 310 до 420 миллиграммов в день магния должен человек получать откуда берется магний конечно с продуктами питания с водой ну и возможно с какими-то добавками о которых мы еще поговорим далее что касается вот данной дозировки примерно 400 миллиграмм день это мы говорим когда про взрослого человека в принципе здорового но обычного человека с нормальным питанием с нормальным уровнем жизни если мы говорим например про человека у которого повышен расход всех минеральных веществ и магния в том числе то есть это какие люди это беременные кормящие женщины это спортсмены профессиональные дал которых повышенные нагрузки ежедневные это дети вперед активного роста подростки ну и конечно люди нездоровые имеющие хронические заболевания люди с лишним весом да и некоторые другие категории у них будет повышенная потребность и поэтому мы дальше будем говорить что у них дозировки которые им нужны магния для восполнения вот и для здоровья будут выше чем 400 миллиграмм в день в какао много магния пишет ли мать да это так в качественном какао шоколад да вы правы дальше еще об этом немножко поговорим почему у нас в организме развивается дефицит магния конечно элементарный фактор когда у нас недостаточное потребление с пищей на самом деле магния много в различных продуктах я их позже перечислю когда об этом будете речь и тем не менее я уже говорила что магния может быть по разным причинам немного во первых магний теряется при приготовлении пищи одно дело например свежие какие-то овощи когда они пройдут термическую обработку в них количество минералов и витаминов или когда они сварены в них количество вот полезных веществ гораздо ниже и кроме того если мы говорим например про растительные продукты то они все свои минералы полезные вещества берут с почвы и если почва бедна по какому-то минералу да то соответственно и растительные продукты будут то же самое так плохое усвоение магния когда у человека нездоров желудочно-кишечный тракт это к сожалению встречается достаточно часто опять таки из-за незнания часто людей из-за того что они ведут неправильный образ жизни ну и в принципе есть различные заболевания из-за которых плохо усваивается магний например он не проходит не усваивается именно в тонком кишечнике через стенку через стенку тонкой кишки и некоторые заболевания такие например как болезнь крона да это когда имеются такие очаги множественные воспалительные по большей части в кишечнике в различные в различных зонах да или например когда есть заболевание целиакия думаю может некоторые слышали так может думаю некоторые слышали про целиакию это когда есть врожденные не усвоение глютеновых продуктов да то есть глютеновые белки которые содержатся в злаках их производных таких как пшеница рожь ячмень вот некоторые люди их в принципе не усваивают да и стоит съесть какое-то количество развиваются тяжелые вот заболевания желудочно-кишечного тракта истончается стенка кишечника и таким образом не только глютеновые продукты белки но и в принципе витамины минералы и магний в том числе не может усваиваться но заболевание целиакия не такое часто и обычно люди знают о своем диагнозе но бывает то же самое непереносимость глютеновых продуктов да когда или других каких-то продуктов когда тоже портится желудочно-кишечный тракт и не может усваивать различные витамины минералы вот бывает такая проблема так длительное употребление алкоголя приводит к плохому усвоению магния и можете представить что не только магния но и принципе всех питательных веществ витамин минералов до употребление алкоголя ухудшает сильное выделение магния из организма многие лекарственные препараты например когда регулярно употребляете мочегонные средства вот опять-таки часто назначают их людям сердечно-сосудистыми заболеваниями да эти мочегонные препараты с одной стороны помогают человеку но с другой стороны не способствует выведению усиленному магния из организма и таким образом появляется дефицит и ты так ну и заболевания различные тот же сахарный диабет когда происходит частые мочи испускания ну и вы понимаете здесь касается дело не только магния но вместе с усиленным выведением мочи с нас выходит различные минералы не только магний до заболевания почек хроническая почечная недостаточность тоже может способствовать но я уже говорила что такие состояния женщины как беременность лактация это период когда женщине требуется повышенное количество витаминов и минералов и здесь особую роль играет и питание конечно потому что мы не можем усвоить все витамины минералы только из бадов да мы можем бадами заменить питание поэтому все таки мы рассматриваем вот с вами вебинарах различные важные темы но питание давайте договоримся и водный режим это основа и уже добавки мы применяем для оздоровления организма для восполнения дефицита как дополнительное средство перед грудного вскармливания тоже самое мама делится с ребенком всем что у нее есть всеми питательными веществами и природа так скажем так так удобно хорошо и по умному придумала совершенно да что в принципе плод во время беременности и ребенок все что можно из мамы возьмет для своего развития но вот потом чем мама останется это большой вопрос если у нее были дефициты какие последствия дефицита магния сейчас слушайте внимательно я расскажу какие могут быть первые симптомы по которым вы уже можете понять что не хватает магния это мышечные судороги и спазмы мы говорили что магния участвует в энергетических реакциях до участвует формирование в обновлении клеток и мышечной ткани и опорно-двигательного аппарата в целом и поэтому часто если у вас есть судороги если ночью вот может у кого-то есть крутит ноги да есть ли какой-то спазм мышечного часто в воле не это бывает не только у спортсменов которые люди занимаются каким-то спортом даже любители но и в принципе часто вот у женщин встречается кто много находится времени на ногах у кого постоянные стрессы да может есть среди вас кто-то у кого бывают судороги в ногах да или вечером не можете уснуть у меня клиенты периодически говорят что вечером крутит ноги не такое состояние просто это не дает нормально спать и волшебное средство я немножко забегу вперед если добавить в рацион свой магний вот буквально несколько дней максимум неделя часто эти симптомы проходят потому что основная причина бывает как раз таки дефицит магния далее если мы говорим про утовляемость и слабость это конечно тоже может быть из-за дефицита магния когда у вас нет энергии когда вы раздражительны к вечеру вот бывает женщина как чайник приходит буквально на нее что-то скажи и она прямо в ответ шипит потому что расстройство вот идет нервной системы нервное напряжение раз таки магния с такими вопросами дополнительный прием магния тоже отлично справляется а нарушение сна да если не можете заснуть томат не очень хорошо помогает это может быть причиной дефицит магния одна из причин скажем так остеопороз снижение костной плотности наряду с важными с важными элементами такими как там фосфор кальций дефицит витамина d дефицит магния также может приводить к остеопорозу и снижению костной плотности сердечно-сосудистые проблемы это конечно да потому что сердце орган который 24 на 7 работает не останавливается никогда и там энергетические потребности очень высокие роль магния огромная если у человека повышенное давление есть если есть аритмия и сбой ритмов да здесь магний просто необходим постоянно регулярно без перерыва дополнительный прием магния так пишет синдром беспокойных ног да это называется именно так а то о чем я говорила когда как это люди так поражаются когда крутит ноги вот это она есть магния очень хорошо помогает справиться проблемы с обменом глюкозы до когда есть состояние инсулинорезистентности когда есть уже диабет есть проблемы углеводного обмена магния тоже в комплексной терапии обязательно обязательно показан какие еще могут быть последствия дефицита такие заболевания как снижение иммунной функции ну и состояние изменения настроения головные боли да особенно когда если вы не высыпаетесь и повышенный стресс и такие головные боли напряжения просто раскалывается когда голова и это достаточно длительный период одна из причин дефицит магния поэтому магний хорошо достаточно часто справляется с этим снижение аппетита и изменение работы кишечника до при дефиците магния с одной стороны магний используют как слабительное средство вот я дальше скажу какие именно соединения и с другой стороны дефицит магния может способствовать тоже различным нарушениям это могут быть и запоры и наоборот расстройство кишечника другие так сниженный аппетит я уже говорила магний часто например также при снижении весом когда вот человек пытается снизить вес если магния мало то эти процессы идут очень плохо естественно часто плата человек стоит на одном месте и все это идет с трудом поэтому вот тоже магний хороший помощник как мы можем закрыть дефициты по данному минералу во-первых питание о чем я уже говорила где содержится большое количество магния он содержится во многих продуктах наиболее богаты например орехи различные семена овощи зеленые возможно некоторые морепродукты также содержится и в других продуктах то есть яйцо особенно желток мясные продукты но уже возможно в меньшем количестве то что уже говорили какао до качественный шоколад большим содержанием какао черный шоколад тоже можно использовать для восполнения дефицита магния на только тут сахаром поосторожнее и конечно прием каких-то препаратов и добавок мы дальше будем еще подробно говорить какие именно есть соединения какие из добавки чем мы можем себе помочь и дозировки совершенно будут разные при различных состояниях профилактическая дозировка мы уже говорили минимум это 400 миллиграмм также есть клинический испытак свекла кто-то пишет да тут у нас лимарь большое спасибо что помогаете дополняете меня да то о чем я забываю свекла да овощ в котором содержится большое количество магния это да есть клинические испытания которые доказывают что магний очень хорошо всасывается через кожу ну конечно биодоступность здесь будет меньше чем например когда мы применяем препараты внутрь да но тем не менее есть магниевые ванны возможно вы слышали про соль так вылетел из головы есть соль бешофит да то есть это разные неорганические соединения соли и есть может еще вспомню короче есть магниевая соль можно купить во многих заказать где угодно да и вечером можно делать расслабляющие ванны вместе с этой солью правда там это не очень экономически выгодно потому что на такую ванну нужно 300 500 грамм соли то есть примерно пол килограмма для того чтобы на самом деле мы ощутили вот этот прилив магния и какое-то расслаблением и вот 10-15 ванн рекомендуют как курсом пройти так есть также масла гели крема которые наносят на кожу содержание магния и известно что через кожу тоже способны способен впитываться магний поэтому если у вас стоит цель поднять свой уровень магния или если у вас какое-то заболевание состояние которое требует постоянного приема магния вы можете чередовать или дополнять вот как раз таки магниевыми ваннами какими-то кремами маслами то же самое когда икры ног часто свозят судорога можно периодически пить магний внутрь это помогает ну и наружно применять на ноги крем с магнием на ночь это тоже такое хорошее комплексное будет средство конечно стоит избегать факторов которые способствуют выведению магния из организма есть заболевания при которых которые препятствуют усвоение магния мы уже говорили что например заболевания желудочно-кишечного тракта да и в принципе различные хронические заболевания они требуют повыше требует повышенного расхода магния в организме поэтому дефицит образуется сами собой человек живет и ну вот об этом не подозревает если он не подкован да если он не побывал на нашем вебинаре то конечно чаще всего узнать и ему об этом негде если мне расскажет специалист поэтому обязательно стоит поговорить об этом с врачом с лечащим обсудить возможный прием дополнительно магния какие формы существует магния хилатная форма магния это самое бедоступное что такое хилат мы уже с вами говорили об этом когда на прошлых лекциях проходили рассказывая вам про железо про селен хилат это связь магния с аминокислотами когда аминокислоты держит магний вот таких клещах и таким образом магний замечательно усваивается и проходит через кишечную стенку в организм хилатные формы имеют наименьшее побочные действия и конечно высочайшая биодоступность даже до 100 процентов где доступность это усвоение то есть насколько хорошо усваивается минерал организмом существует также и другие формы магния органические формы магния это такие неплохие хорошие формы которые хорошо усваивается в организме когда магний связан с различными аминокислотами например глицинат магния это достаточно часто встречающаяся форма состоит из магния который связан с глицином и когда мы говорим про расслабление нервной системы до когда нам нужно справиться с этой проблемой здесь глицинат хорошо подойдет цитрат магния это магния естественно которые связаны с цитратом и достаточно хорошо усваивается но здесь есть один такой момент способствует эта форма имеет слабительный эффект да может это хорошо для тех кто у кого есть склонность к запорам да с формой цитрат магния они скажем еще будет одно такое дополнительное положительное действие чем отличается без глицинат магния от магния хилата без глицинат это и есть хилат до без глицинат это мы еще дальше будем говорить сейчас эта форма магния когда две молекулы глицина не одна две молекулы соединяют магний это наиболее бедоступна отличная форма без глицинат она очень хорошо усваивается и мы еще дальше будем более подробно не говорить какие преимущества есть вот у данных хилатных форм магния у без глицината магния да потому что по-разному может быть написано на упаковке это конечно биодоступность существует еще и сразу скажу не органические формы магния поэтому если вдруг если вдруг вам будут предлагать какой-то магний неизвестного возможно производителя часто пишут красиво на упаковочке там хилат магния ну или там цитрат магния а вы поворачиваете упаковку и составе написано например оксид магния на первом месте или сульфат магния такое тоже встречается это более дешевые формы более старые которые плохо усваивается которые имеют много побочных действий вот есть такие ситуации поэтому имейте в виду выбирайте все-таки органические формы идеально это хилат магния так такие формы как глицинат и цитрат обладает высокой биодоступностью ну и они достаточно легко без побочных действий усваивается организмом и конечно аминокислоты с одной стороны не помогают усвоение магния а с другой стороны аминокислоты вы же понимаете что это структурные элементы белка а живые организмы это белковые организмы да мы состоим из белка если у нас есть дефицит белка в принципе начинаются какие-то заболевания мы начинаем плохо усваивать все витамины минералы поэтому вот как раз таки аминокислоты которые соединены с молекулой магния они еще дают дополнительное положительное действие на организм как структурные элементы белка тоже участвует в различных реакциях переносимость хилатных форм магния очень хороша то есть по сравнению с неорганическими формами и по сравнению с не хилатными какими-то соединениями до переносится хорошо по крайней мере вот в своей практике да и я честно скажу что вот диетологи нутрициологи люди которые работают с питанием очень часто назначают магния людям поэтому потому что во первых есть постоянно дефицит и мы об знаем и потому что очень достаточно быстро виден эффект я уже говорила что волшебное средство буквально какие то есть симптомы там головные боли судороги в ногах плохо спит раздражительность и так далее вот буквально неделя и уже человек говорит боже мой я вижу улучшение да поэтому происходит очень быстро достаточно такое вот волшебство это на самом деле мы всего лишь перекрыли дефицит магния и скажу честно вот меня в практике особо и не было жалоб на то что вот плохо переносит хилатные формы магния всегда достаточно хорошо а побочных действий особо нет неважно там с пищей принимали или отдельно то есть усваивается очень хорошо без побочек существует разнообразие хилатных форм глицинат цитрат без глицинат магния да существует множество и других форм органических которые вы увидите на рынке но не достаточно редки там таурат аратат и так далее да то есть это формы которые тоже имеют место быть какие-то узкие специалисты могут при определенных заболеваниях вот зная назначать именно какие-то другие формы но не да все равно достаточно редки те о которых мы сегодня говорим глицинат цитрат и без глицинат магния да то есть хилатная форма это наиболее бедоступные формы которые которым стоит отдавать предпочтение и конечно большое счастье что у нас теперь появился хилат магния от компании фаберлик да потому что препарат очень качественный как раз таки хилатная форма которой мы говорили максимально бедоступна я уже говорила что это один из немногих препаратов который обязан просто быть у каждого в аптечке и это один из немногих препаратов которые специалисты рекомендуют принимать без опасения постоянно даже без перерывов людям у которых есть повышенная потребность с хроническими различными заболеваниями с постоянными стрессами люди сердечно-сосудистыми заболеваниями для таких людей возможен прием магния постоянно так в упаковке магния хилата 60 таблеток общая масса 1100 миллиграмм и как я уже говорила данная форма в 5 раз лучше усваивается чем другие формы магния то есть если мы например купим у меня была один раз ситуация но правда это было очень давно когда еще меньше скажем так интересовалась углублялась подробности там витаминов минералов каких-то бадов до что заказала сайхер когда-то очень очень давно много лет назад препарат посмотрел название как раз таки в составе увидела что там большая часть оксида магния то есть это называется заплатил большие деньги и большинство считается большая часть денег выбросил на ветер потому что усвоилась только небольшая часть эффекта особого нету поэтому хилатная форма это идеально способствует повышению устойчивости организма к стрессу так одну секундочку так способствует устойчивости организма к стрессу укрепляет сон поэтому если особенно если особенно у вас есть проблемы с засыпанием то конечно лучше применять где-то за полчаса до сна можно там за 40 за 30 минут до сна хилатные формы магния они имеют такое расслабляющее действие и помогают хорошему засыпанию быстрому поддерживать нервную систему мышцы сердце поэтому если есть диагнозы какие-то то магний рекомендуют пить постоянно ну или с какими-то небольшими перерывами то есть если мы говорили например когда-то про железо с ним так нельзя как с магния его пропили курс сделали перерыв то есть постоянно постоянно без контроля нет то вас магнием в принципе это можно тем более хилатная форма достаточно безопасно способствует снять и мышечных спазмов и судорог это конечно да действие быстро и видимая у меня недавно кстати была ситуация с которой я великолепно справилась даже не ожидала знакомой в расскажу вот такую ситуацию жизни знакомой дочка взрослой уже достаточно профессиональная спортсменка занимается волейболом у нее постоянные судороги в ногах и это частая проблема спортсменов и у них там у всех девочек она в женской сборной уже постоянно вот такие проблемы и магний волшебный препарат из казалось бы не лекарство добавка к пищу отлично справляется с буквально неделю естественно здесь мы говорим про повышенные дозировки не 400 там 800 тысяч смотря какой вес организма да и насколько повышенные нагрузки профессиональный спорт это ежедневные сверх такие нагрузки 567 раз в неделю да и достаточно вот несколько дней судороги в ногах прошли то есть совершенно другое состояние организма так параллельно буду смотреть ваш чат применять только вечером и после еды рекомендуют считается что магний лучше всего усваивается вечером что он обладает таким расслабляющим действием на нервную систему на организм поэтому рекомендуют вечером но это не обязательно мы будем говорить что если например у нам требуется побольше дозировка да то возможно мы можем применять утром и вечером да так если вопросы со сном с нервной системой то вечером перед сном идеально без приема пищи то есть после приема пищи да можно даже никак не сопоставлять с приемом пищи хилатная форма достаточно безопасная можно не сразу после еды а допустим вот как я уже говорила за полчаса до сна если питание ужин рекомендует делать за часа три до сна ну там два часа ну прямо вот перед сном не наедаться конечно же то вот без еды магний можете за полчаса до сна принять и когда мы говорим про хилатную форму магния фаберлик здесь на день нам нужна дозировка две таблетки то есть в двух таблетках содержится дневная норма для взрослого человека это 400 миллиграмм в принципе мы можем эту дозировку выпивать один раз так это рекомендуемый уровень суточного потребления то есть когда вы здоровы и принципе все хорошо можно пить периодически например два три раза в год для профилактики или если есть какие-то заболевания мы пьем постоянно дальше хочу сказать что если есть заболевания сердечно-сосудистой системы что мы первое должны знать это то что обязательно должны смотреть и учитывать есть если у нас уже препараты с магнием да возможно врач уже когда нам назначил какие-то препараты где содержится магний а мы хотим еще дополнительно нужно смотреть на эти дозировки идеально посоветоваться со специалистом все-таки передозировка достаточно такое редкое явление потому что все-таки излишки магния способны хорошо выводиться из организма но тем не менее да стоит учитывать вот эти дозировки общие которые получатся так и естественно людям с такими хроническими заболеваниями дозировка выше здесь мы можем говорить не про две таблетки в день а например про 4 таблетки 800 миллиграмм то есть два две утром и две вечера можно пропивать курс такой да то есть постоянно профилактическую дозу и периодически вот такие повышенные дозировки особенно когда у нас какой-то такой острый период жизни мы чувствуем что у нас состояние не очень обязательно когда у нас есть различные заболевания у нас идет просадка по магнию его под повышенная потребность хилатный магний фаберлик применяется в качестве биологически активной добавки пищи то есть это не лекарство это достаточно безопасный препарат две таблетки в день во время еды я уже говорила возможно две таблетки не во время еды когда мы говорим на профилактику форму вот где-то за полчаса до сна так продолжительность приема курс один месяц это абсолютно точно безопасно если вы здоровы для профилактики стоит это сделать либо иметь всегда с собой в аптечке и периодически пить или когда у нас какие-то инфекционные заболевания опять-таки стресс когда там начинается учебный год работа какие-то вот такие сложные жизненные ситуации можно помочь своему организму дополнительным приемом магния и что касается противопоказаний что касается противопоказаний здесь конечно индивидуальная непереносимость компонентов непереносимость может быть абсолютно к любым компонентам ну есть на моей практике такого не встречалось но конечно может быть и вот к магнии нужно внимательно относиться слушать свой организм беременность кормления грудью несмотря на то что магний требуется в повышенных дозировках беременным кормящим мы уже говорили о том что какие-то особые клинические испытания с участием беременных и кормящих проводятся крайне редко поэтому большинство производителей не рискует скажем так не берут ответственность и пишут беременных и кормящих женщин вот как раз таки в противопоказаниях ну и детей то же самое хотя это не значит что и магний не нужен и магний тоже нужен даже больше чем обычному взрослому здоровому человеку перед применением конечно рекомендуется проконсультироваться с врачом повышенные дозировки все-таки я не рекомендую назначать себе самостоятельно так учитывается все хронические заболевания спрашивает вы знаете алла в принципе да я уже говорила что магний это макроэлемент который участвует во всех реакциях то есть там сотни ферментных систем только мы заболели и только мы там стресса нули если какая-то хроника и не знаю там аутоиммунные заболевания проблемы с обменом веществ какие-то женские проблемы там онкозаболеваний ну вот все что угодно при этих состояниях требуется большое повышенное потребление организма магния то есть расходы магния организмом увеличивается и поэтому я вот рекомендую применять магний обязательно ну и конечно следить за питанием смотреть чтоб магния было достаточно то что мы уже говорили там орехи возможно тоже какао если мы говорим там про сладкие какие-то продукты конечно здесь дозировано зеленые овощи фрукты так давайте я теперь знаете что у нас осталось время 15 минуток и я сейчас перейду вопросы возможно я уже на какие-то ответила а вы можете еще задавать так 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 вы знаете здесь вопросы чтоб я вижу про по бальзаму я к сожалению прошлый вебинар очень хотела посмотреть но пропустила надеюсь тоже смогу в записи по поводу записи и вот каких-то посторонних вопросов я знаю вас есть чат вы можете там еще уточнить принципиально ли принимать с едой магний хилат нет я уже говорила что это не принципиально вы можете принимать часто его назначают вечером именно за полчаса до сна считается что магний вечером наиболее хорошо усваивается хотя хилатная форма в принципе хорошо усваивается организм если у вас повышенные дозировки то есть не 400 миллиграмм это две таблетки вы можете там увеличить если нужна большая дозировка если вам если спортсмен профессиональный например большой мужчина ему даже можно по две таблетки три раза в день то есть 1200 миллиграмм если это хронические заболевания можно 800 миллиграмм то есть по две таблетки два раза в день но начинаем с небольшой дозировки то есть начали с двух таблеток потом можно через неделю три потом четыре смотрим на состояние смотрим на состояние желудочно-кишечного тракта если мы увеличили дозировку и у нас пошел слабительный эффект такой регулярно да то больше увеличивать не надо да стоит даже одну таблетку отнять это вот многие называют такой признак каким образом рассчитать свою дозировку без каких-то сложных математических действий смотрим на реакцию организма потому что магний в увеличенной дозировки дает слабительный эффект поэтому мы таким образом смотрим достаточно магния или надо можно еще немножко увеличить за какое время до сна 30-40 минут до сна можно магний можно применять магний дополнительная говорила например в магнии магниевые ванны грыжа позвоночника вы знаете понятно что магний не решит данную проблему особенно если мы говорим про какую-то хирургическую проблему но восстановление хрящевой ткани костной ткани невозможно без магния поэтому конечно стоит здесь принимать магний хотя бы курсами да то есть многие специалисты говорят что магний это один из препаратов которые применяют постоянно но все таки я сторонник делать какие-то перерывы даже если вот гонические заболевания с грыжей да можете хилат магния да чем магний не сочетается хороший вопрос если мы говорим про совместимость то такие элементы как магний кальций цинк железо фосфор все эти элементы могут конкурировать за усвоение то есть с кальцием например я знаю что есть даже совместные препараты с кальцием но если у нас стоит цель именно поднять уровень магния решить какую-то проблему магнием то мы стараемся вот эти элементы в один прием железо когда пьем если там цинк кальций вместе не совмещаем с магнием если одновременно один курс нам назначили то мы должны принимать эти добавки разницы ну часа четыре да то есть в один прием пищи например одну добавку там железо там утром железо а вечером ну или днем железом да а вечером вот можем принять магным таким образом а сочетается наоборот с витаминами а с витамином d там многие постоянно принимают витамин d потому что есть многие дефицит витамин d отлично усваивается в сочетании с магнием их можно вместе применять в витамины группу b различные там фолиевая кислота витамин b12 с этим тоже магния замечательно сочетать то есть со всеми группами b наверное кроме b1 вот с остальными всеми сочетается и витамины что касается витамин витамин е вот с ним огни не надо то есть вы можете себе пометить презентации этого нету если мы говорим про витамины витамин е не надо сочетать магний кальций фосфор цинк железо не надо сочетать магний то есть мы если нужно вместе принимать разносим их по времени я думаю тут понятно но это важный вопрос вот это я могла бы как раз таки забыть поэтому большое спасибо наталья что вы подсветили этот вопрос часто меня еще спрашивает можно ли применять магний вместе с омега и три жирными кислотами это тоже часто препарат который назначают у многих дефицит я скажем так я не видела какие-то клинические исследования чтобы нельзя было применять то есть омегу витамин d магний вместе можно соединить можно в один прием здесь по усвояемости все будет нормально силен сочетается каких-то отдельных как раз таки испытания вот все эти совместимости откуда мы знаем по клиническим испытаниям которые проводятся есть какие-то научные статьи и мы там видим что с чем можно на что с чем нельзя применять делаем выводы просилен я точно не слышала но вот так вот скажем так как как биохимик еще надо у меня много образования постоянно и работаю и повышаю свой уровень образования постоянно где-то учусь у меня много дипломов различных и вот как биохимик могу сказать что я например силен магни вот какие-то там двухвалентные соединения я вместе не принимала вообще по таблице совместимости магни силеном вот нету никаких там взаимодействий особых скорее всего просто не проводилось исследований и это точно неизвестно я бы силен пила например с приемом пищи а магнии вечером например но опять-таки где-то перед сном их разнесла так на всякий случай хотя вы понимаете например что продуктах питания у нас все элементы витамины все хороших обычно биодоступных формах все соединено том же грецком орехе там какие-то еще суперфуды не за этом печень мясо рыба яйцо много очень элементов которые теоретически должны мешать усвоению но в целом организм берет то что ему нужно поэтому даже если что-то там с чем-то не сочетается ну понизится вот бывают препараты кальция магния может быть там меньше биодоступность кальция магния в любом случае когда организма есть сильный дефицит он что ему надо берет максимально когда ему даешь он берет поэтому силен вроде как они никак не взаимодействуют друг другом но честно говоря я бы вот таких как с биохимической точки зрения наверное разнесла если ну если вы большой список пьете чего-то вам назначили то в принципе ну смотрите если возможность их разнести так если еще есть какие-то у вас вопросы по теме лекции или может я что-то на прошлой лекции не сказала вы можете задать нас есть еще пять минут а где мы сможем с вами пообщаться я вам отвечу на какие-то вопросы так 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 пожилым можно рекомендовать до пожилым нужно рекомендовать магний один из тех элементов которые не хватает часто и минимум 400 миллиграмм а можно даже пробовать и больше подняли дозировку потому что часто уже у людей возрасте их уже усваивается витамины минералы есть какие-то уже вопросы по здоровью поэтому даже здесь можно здесь увеличить дозировку попробовать то есть начать 400 потом добавить три таблеточки ну максимум четыре и посмотреть на состояние организма на состояние желудочно-кишечного тракта вот это обязательно по крайней мере если есть сердечники повышенное давление вопрос из аритмии то очень поможет магний конечно же детям можно давать во всех почти инструкциях биологически активным добавкам дети не учитываются пишется что можно людям от 18 лет но я своим детям периодически даю я вам говорила почему так происходит на детях на беременных кормящих на каких-то таких особых группах исследование не проводится и затратно дорого эстетической точки зрения в том числе это я говорю не только про бады но и про лекарственные препараты с магнием да поэтому нельзя но опять-таки если ребенок раздражительные если у него там какие-то экзамены если он занимается спортом ну вот вы видите все симптомы которые о которых я сегодня на лекции говорила то да минимум одна таблетка то есть это 200 миллиграмм это детская дозировка можно попробовать ну например я в своим детям давала но конечно производитель не берет ответственность за детей за беременных кормящих ну вы понимаете то есть вот так детям тоже конечно нужен магний них также работает организм особенно когда идет рост ребенок подростковый возраст когда начинаются какие-то вопросы вот эти взросления и гормон гормоны просто там бьют фонтаном дан и когда психологические какие-то вопросы начинаются и в росте ребенок идет с такими семимильными шагами конечно тут есть сто процентов просадка по магни и другим витамином минералом 7 лет одну таблетку можно ну знаете попробуйте и наблюдайте за ребенком я я своим детям не тоже есть ребенок 7 лет я периодически даю когда я вижу что он совсем капризный что он никакой что он плохо запоминает я вот или какие-то комплексы или магний но магний всегда есть вам по ней аптечки до 200 можно и смотрите одно из первых проявлений которые может видно быть после приема магния это по желудочно-кишечному тракту то есть если начинается расстройство понос ребенок бегает в туалет вот ну значит повышенная дозировка ну или надо сделать перерыв и попробовать продуктами питания как-то скомпенсировать но магния деткам тоже часто не бывает у нас сейчас такие сложные программы и родители стараются на все возможные кружки детей отдать что конечно у детей тоже большой стресс и взрослых и у детей особенно в учебное время осмысле какие-то секции там не знаю хоккей футбол волейбол каратэ что угодно конечно им требуется дополнительное дополнительно магний сахарный диабет второго типа можно нет не можно нужно нужно то есть любой специалист ну вот по крайней мере который работает с питанием обязательно назначает людям сахарным диабетом второго типа помимо других вот каких-то нутрицептиков обязательно назначает магний если есть еще ожирение большая масса тела то больше 400 то есть начинаем 400 по моему потом можно довести три таблетки 4 таблетки то есть до 800 ну и смотреть опять-таки если все нормально значит принимаем эту дозировку это помогает восстановить чувствительность к инсулину и ну там побороть тягу к сладкому это все вот в комплексе с образом жизни со сменой там питание какие-то пищевые привычки меняем до обычно таких людей помогает справиться в комплексе с сахарным диабетом второго типа так пожилым я уже отвечала деткам до нужно ну и магний опять-таки говорю у каждого магний обязательно должен быть рекомендую вам периодически его применять в комплексной терапии и просто как профилактическое средство вы сразу видите эффект я просто уверена у нас уже закончилось вами время мне безумно приятно с вами общаться вас слышать огромное спасибо за внимание да если какие-то еще будут вопросы у вас будет возможность в следующую среду мне задать и мы обязательно пообщаемся все хорошего вам здоровья хорошего настроения и до скорой встречи субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok